На выборах президента Тайваня победил кандидат от антипекинской демократической прогрессивной партии. Лай Цинде, известный также как Уильям Лай, набрал более 40% голосов избирателей. У его главного заперника Хоу Юи от партии Гаминьдан, более склонного к диалогу с КНР, около 33% голосов. На третьем месте председатель либеральной тайваньской народной партии Кэ Вэнь Чжэ. Он набрал примерно 26% голосов. 64-летний Лай пока занимает пост вице-президента Тайваня. Инаугурация состоится только 20 мая. До этого пост будет занимать его предшественница Цай Инвэнь. Уильям Лай обещает сохранять статус-кво в Тайваньском проливе. «Мы надеемся, что обе стороны Тайваньского пролива смогут вернуться к здоровым и упорядоченным отношениям в будущем». Действительно, как сказала президент Цай Инвэнь, в течение этих восьми лет Тайвань постоянно проявлял добрую волю. К сожалению, Китай этого не делал. На Тайване также прошли выборы в законодательный Юань, то есть парламент. Там точное распределение мест станет известно позже. Однако уже ясно, что ни одна партия не набирает абсолютного большинства. Это может добавить проблемного избранному президенту. Между тем, министр иностранных дел Китая Ван И выступил с угрозой. Он сказал, что Тайвань – это часть Китая и что если остров и дальше будет настаивать на независимости, то будет строго наказан. Кроме того, Министерство иностранных дел Китая и посольство КНР по всему миру осудили иностранные правительства, которые поздравили тайваньскую демократическую прогрессивную партию и избранного президента Лая Цэнде. Пекин считает Тайвань своей территорией, хотя никогда им не управлял. Он также обещает захватить его силой. Перед выборами он активизировал военную деятельность вблизи острова. Так он направил к нему истребители, которые нарушили воздушное пространство Тайваня. Кроме того, шесть китайских военных кораблей взяли остров в кольцо.